Владимир Аверин и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Как всегда, по четвергам в это время у нас идёт программа «Нац-вопрос», совместный проект радио Вести-ФМ и информационного портала «Вестник Кавказа». И сегодня у нас в гостях Игорь Ковалёв, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Игорь, приветствуем. Добрый вечер. Добрый вечер. Будем говорить сегодня о «Нац-вопросе» в Великобритании. С одной стороны, ведь есть исторически доставшиеся в Великобритании очень непростые вопросы, которые даже грозят сейчас единству Великобритании. Мы знаем, проходил этот референдум Шотландии, и его результаты пока только отсрочили дальнейшее развитие событий. Есть валийцы, которые тоже сложно относятся к этому. Есть Северная Ирландия, ирландцы. В конце концов, есть новые британцы. Это выходцы из Пакистана, Индии, ну, мигранты, так скажем. Начнём с исторических всё-таки, близких таких историков. Действительно, вот это противостояние же Англии как таковой, и, допустим, Шотландии, и Ирландии, оно исторически уходит в средние века. Ну да, безусловно, это достаточно длинная история расширения или формирования, я точнее так скажем, современного Соединённого Королевства, которое растянулось на века. Первыми были присоединены валийцы ещё в конце XIII века. И, можно сказать, так повезло англичанам в том, что они успели присоединить Уэльс до того, как валийцы обрели собственную государственность, поэтому национализм в Уэльсе, может быть, не столь ярко выражен. А вот можно я вот о чём сразу? Когда мы говорим Англия и Уэльс, валийс, как его в старом русском языке произносили, это всё-таки национальный вопрос? То есть это действительно разные национальные... Разные этносы, да, безусловно. Разные этносы, да? Валийцы – это кельт, они говорят на кельтском языке, это язык совсем другой группы, то есть он английский похож так же, как русский на китайский приблизительно. И да, это национальный вопрос в том числе. Потому что вот так, когда смотришь на сегодняшнее Соединённое Королевство, кажется, ну и опять же, исходя из своих весьма относительных знаний про Средневековье, ну да, разные княжества, ну да, там разные ландлорды, ну да, разные какие-то фамилии, которые почти в равной степени претендовали на первенство вот на этой территории, что-то бились между собой, доказывали, вступали в какие-то коалиции. Но вот насколько это действительно национальный вопрос? Или это вопрос, там, не знаю, родовой, государственный? Ну, это и прежде всего национальный вопрос, но нельзя сбрасываться, существует целый ряд других вопросов, вопросов экономического развития, вопросы культуры, ну, вопросы культуры, они так или иначе связаны с национальным вопросом. Но в основе, в первой основе, безусловно, это национальный вопрос, потому что это разные этносы, да, там, валийцы, шотландцы, это, в общем-то, горцы, да, по как бы своей сути, да, а англичане это несколько другое, у них разная культура, у них разные взгляды на жизнь, у них, если брать шотландцев и англичан, у них разные религии, то есть достаточно много разъединяющих вещей, несмотря на то, что жили как бы веками рядом, соперничали, ассимилировались, и шотландцы, допустим, они утратили язык, да, то есть, в отличие от валийцев, шотландцы в основном говорят на английском языке, ну, за исключением гэлов, которые живут на севере, да, в Хайленде, и там сохранили гэльский язык, но их там крайне мало. Ну, вообще, о степени противостояния, ну, и о остроты вопроса, у меня даже в моей там спортивной, да, в бытной спортивного журналист, когда я приехал в Глазго, и там есть вот это вот противостояние, есть Селтик и есть Глазго Рейнджерс, это, наверное, единственное может быть в мире, где фанаты враждуют по религиозному признаку, то есть, там, за одну команду болеют протестанты, за другую католики, да, и вот в рамках там этого, это просто одни из самых кровожадных таких вот боев происходили именно между фанатами Селтика и Глазго Рейнджерс. И когда ты попадаешь в Шотландию, там тоже это ведь очень чётко, да, там видно, это ты не просто какие-то там дань туманному средневековью, а это очень современное противостояние. Да, безусловно, сказать шотландцу, что он англичанин, это вы оскорбите до глубины души, и, в общем-то, противостояние действительно серьёзное, оно чувствуется во многих вещах, не только вот, да, там, на футбольных стадионах, или оно чувствуется в обычной жизни. Вот, поэтому то, что проблема серьёзная, с этим практически уже, наверное, никто не спорит, и то, как сейчас к этой проблеме относятся, и как её пытаются уже на протяжении многих десятилетий решить, и, в общем-то, на мой взгляд, пока ещё достаточно далеко этот вопрос от конечного решения. А вот почему, Игорь, всё-таки почему так происходит, на ваш взгляд? Ведь, ну да, там есть и какая-то уже история, длительная история совместного проживания, причём история такая, ну, совместной войны, где и шотландцы, и англичане, да, вместе, и валийцы воевали, ирландцы, там, во Второй мировой войне. Обычно это такие вещи сближают. Есть успешное, там, решение экономических проблем. Что, почему это не происходит вот этого... Ну, а сохраняют культурную, да, там, идентичность языковую и так далее. В конце концов, в Новгороде же никто сейчас не вспоминает, что там пришли москвичи, условно, и пожгли, просто вытоптали всё в своё время и подчинили огнём и мечом. Ну, наверное, пример с Новгородом не совсем будет актуальным, тогда уж лучше сравнивать с Кавказом, да, где периодически всё-таки вспыхивает. Нет, ну, Кавказ всё-таки недавно совсем, там, 19-й век. Я говорю, что если, там, вот, с Уэльсом 13-й век, там, 15-й, 16-й, ну, как-то вот уже, вот тогда всё уже более-менее устраивалось. Ну, вот с Новгородом я только по времени провёл какую-то параллельную. Ну, что, я понял. С тех-то веков уже можно было как-то успокоиться? На мой взгляд, вот это обострение национального вопроса, да, и обострение этой проблемы происходит тогда, когда появляются либо какие-то новые факторы, стимулирующие этот вопрос, да, и заставляющие к нему обращаться, либо когда вот действующая власть и действующая элита теряет, скажем так, реальность и начинает не соответствовать вот тем вызовам времени, которые происходят именно сейчас. Ведь если вспомнить даже вот эту историю с присоединением Шотландии, да, то есть много веков пытались завоевать, не получалось. Потом длительный период была личная уния, да, когда были два государства, один король на два государства. Ну, вот в 1707 году подписали акт о союзе, объединили в одно королевство, и дальше начался очень длительный, очень сложный, очень тяжелый процесс интеграции шотландской элиты, да, в новую элиту уже Великобритании, новой страны, да, через подкуп, через раздачу титулов, через раздачу должностей и так далее, и так далее, да. И какое-то время, в общем-то, ну, более-менее интегрировали, да, то есть все было нормально. Потом, когда начала меняться ситуация, да, экономическая, политическая и так далее, все время нужно было этот процесс корректировать. И вот этот последний взрыв, ведь долгое время шотландцы же не требовали независимости, ведь шотландская национальная партия, да, вот эта националистическая партия, она появилась только в 20 веке, да, когда и экономика, и общество уже были не те, которые были, там, в 19 или 18 веке, когда вопрос более-менее решался, да, изменилась ситуация, появилась, да, то есть Шотландия превратилась в такой рабочий район с мощными профсоюзами, с большим влиянием лейбористской партии и так далее, и так далее. Вот, и опять же, тем же лейбористам долгое время удавалось держать Шотландию под своим контролем, да, практически все депутаты от Шотландии так или иначе представляли лейбористскую партию, это был такой заповедник, да, лейборизма, но смотрите, да, что произошло к концу 20 века, изменилась в очередной раз экономика, да, Британия стала постиндустриальной державой, судостроение в Клайде тихо умерло, да, то есть Шотландию начали перестраивать, где-то при помощи британцев, где-то при помощи Евросоюза появилась шотландская силиконовая долина, там Глазго превратился в выставочный комплекс, да, а не столько вот в такой традиционный индустриальный город, и начала появляться новая элита, которая уже не вписывалась в привычное понимание, да, и все удивляются, как же так, вот Гордон Браун, шотландец, да, а тут шотландцы, казалось бы, он премьер-министр, а там уже другая элита появилась, которая уже не хочет слушать лейбористов, они хотят какую-то альтернативу, потому что лейбористы уже не соответствовали тем реалиям, которые были за окошком. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики у нас сегодня в гостях, это программа «Нацвопрос», продолжим после новостей. В Москве 21.15 В студии Алексея Анисакаров. Здравствуйте. Число жертв в результате двойного теракта в южном пригороде Берута возросло до 37 человек, 180 мирных граждан ранены. Взрывы прогремели сегодня вечером на оживленной улице рядом со зданием полиции. Россия, являющаяся безусловным лидером освоения космоса, должна еще усилить свои позиции. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по проекту новой федеральной космической программы. Там президент озвучил основные приоритеты космической области на ближайшие 10 лет. В конце выпуска коротко о погоде. В эти минуты в российской столице около двух тепла, давление 743 миллиметра. Владимир Аверин, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Продолжаем программу «Нацвопрос». У нас в гостях первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики Игорь Ковалев. Говорим мы о Великобритании и вот тех национальных проблемах, которые есть в этой стране. Отдельным, конечно, стоит Северная Ирландия, вот в этом смысле. Что, наверное, историю этого противостояния более или менее наши слушатели знают и по литературе, и по выпускам международной панорамы в свое время. Много об этом говорили, о Больстере. Что сейчас? Сейчас вот такой остроты, которая была еще не так давно, нет. Но я так понимаю, что и решения вопроса тоже нет. Ну да, скорее можно говорить о том, что сказать, что вопрос или проблема окончательно разрешена североорландская, наверное, было бы неким преувеличением. Хотя, с другой стороны, правда, что вот наиболее острая фаза, да, наиболее такая критическая фаза, она, в общем-то, как бы снята. Да, все-таки Белфовское соглашение, опять же, предоставление провинции в рамках вот этой широкой программы деволюции особых полномочий, восстановление собственного законодательного органа, в общем-то, какие-то вопросы сняло. Но не снят все-таки основной вопрос, это противостояние вот этих двух общин, да, протестантской, католической, да, и, соответственно, ирландцев, с одной стороны, и англо-ирландцев, и Шотланды-ирландцев, да, то есть потомков, переселенных туда в свое время протестантов, с другой стороны. Причем, я думаю, что дальше эта проблема может, или этот вопрос, вспыхнуть с новой силой, да, в силу там демографической ситуации, в силу... А что с демографией-то? Ну, у ирландцев рождаемость выше, да, и вот это большинство протестантское, оно потихонечку тает. Но там ведь, с другой стороны, всегда была проблема в чем, что там же проводились референдумы за отсоединение от Великобритании, и все время побеждали протестанты, которых было больше. Потому что их было больше, теперь это большинство потихонечку сокращается. Ну что, проведут референдум, католиков станет больше, они проголосуют за отделение от Великобритании, и она, наконец, отделится. Вопрос для меня, потому что, ты говоришь, все знают, я помню, как там теракты бились, вот это помню. Но, а вот, на самом деле, чего хотели-то? Они хотели, 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 там, кто-то в состав Ирландии? Они хотят быть совершенно отдельными от всех? Это тоже важный вопрос, наверное. Католики хотят в состав Ирландии, да, то есть они считают остров разделенным государством, да, поскольку, действительно, в 21-м году, когда Ирландия добилась, наконец-то, да, опять же, многовековой борьбы независимости, северо-восточная часть, населённая преимущественно протестантами, да, естественно, они не захотели быть в католическом государстве, вот произошло это разделение, появилась ещё одна провинция в составе Соединённого Королевства, Северная Ирландия, и, кстати, появилось нынешнее название государства, да, то есть вот в нынешнем виде Соединённое Королевство существует именно с 21-го года, да, то есть, можно сказать, относительно молодое государство, вот, поэтому вот ситуация с тех пор изменилась мало, да, то есть разные методы борьбы применялись, в том числе и вот то, о чём вы говорили, да, и жёсткий террористический, со взрывами, да, и вот про Ирландскую республиканскую армию, да, сколько фильмов и книг написано. Все хорошо, правда, есть один небольшой миф, мало кто знает, что на самом деле от рук протестантских ультра население погибло даже больше, чем от рук Ирландской республиканской армии, то есть там свои протестантские террористические отряды тоже действовали, тоже, в общем-то, действовали достаточно жёстко, я бы даже сказал, жестоко, вот, поэтому вот это нынешнее примирение, это ещё не решение проблемы, то, чтобы саму проблему, да, как вот сосуществование двух совершенно разных... Ну, да, такой котёк булькающий иногда там. Да, ну, вот смотрите, опять же, я там смотрю на разные части света, и понимаю, что в каких-то местах удаётся за счёт денег, прежде всего, эти вопросы снять. Вот мы туда накачали, там появились рабочие места, там процветает всё, там всё хорошо, там нет экономического повода стремиться, ну, вот там, к большому соседу, в частности, в Ирландию. Не самую богатую страну, между прочим, современной Европы, особенно уж на фоне Великобритании. Что ж такое, почему тогда вот этим путём не пошли, этот путь там не сыграл, и почему тогда он не сыграл? Потому что, несмотря на то, что всё равно же Великобритания туда деньги вкладывала и вкладывает, почему тогда сохраняется вот это вот стремление к сепаратизму, и более того, присоединению к другой стране, которая не может уж таким быть медовым пряником на фоне Великобритании? Ну, здесь речь идёт о том, деньги-то вкладывают, но вопрос в том, как вкладывают и кто от этого получает наибольшую выгоду. Ведь ирландцы, да, опять же, вспомните даже известные фильмы, те же банды Нью-Йорка, да, кто такие были ирландцы? Ирландцы-то были, вот в тех же Соединённых Штатах долгое время, ирландцы-то были такие белые негры. То есть самая грязная, самая низкооплачиваемая работа, и в той же Великобритании, да, когда там в Ирландии случился голод знаменитый, картофельный голод, неурожай, и голод в середине XIX века, да, ирландцы, просто спасая свои жизни, ринулись кто в Америку, кто в Англию, куда? На самые грязные, самые тяжёлые работы, это как бы самый низший слой был, да, и, соответственно, вот эта вот религиозная рознь, которая возникла ещё в средние века, ведь это же не просто религиозная рознь, какой-то там религиозный фанатизм, да, и противостояние, да, представителям другой религии, это ещё и разное мировоззрение, это нужно чётко понимать, да, то есть протестантская этика и католическая этика, она разная, да, если протестантская настраивает, да, на трудолюбие, преуспевание, активное предпринимательство и так далее, Ну, ещё и в английском варианте, она главенство государства и королевства. Да, то есть это ещё, ну, это, правда, только в Англии, да, в Северной Ирландии англиканская церковь не имеет статуса государственного, но, тем не менее, да, то есть это разная этика, разные отношения к жизни, да, вот, то есть, опять же, не все же знают, что там во времена Шекспира, да, вот. А всё-таки вот в этом противостоянии, да, ирландцев с англичанами, это главенствующее занимает вот эта разница в мировоззрении или всё-таки именно национальное происхождение? Всё-таки ирландцы, да, другие люди, так же, как и Шатландцы. Ну, опять же, разница в мировоззрении, разница в религии, она как бы, она и базируется на разнице в происхождении, да, и в разнице, и в условиях жизни, и в условиях, опять же, того, как эти... А вот это всё не стирается разве? Ну, сейчас вот, вот, сейчас даже говорить там, смотря на современную Великобританию, говорить о разнице там в мировоззрении, да, вот в этой глобализации вообще, имеет смысл вообще или нет? Ну, имеет, потому что, с одной стороны, да, никто не отрицает, что есть глобализация, да, и постепенно утверждение каких-то общих стандартов, да, там, в еде, в одежде, в жизни, в отношении к жизни и так далее. Но, с другой стороны, ведь, наверное, мало кто будет отрицать, что есть и противодействие этой глобализации, да, есть антиглобализм, в конце концов. И когда люди сталкиваются с тем, что вот эта глобализация несёт не только какие-то позитивные моменты, но и какие-то отрицательные, то вот это вызывает стремление показать, что мы не такие, как все. Мы вот другие, у нас вот есть своё что-то, и мы за это своё держимся. И это вот такой достаточно мощный стимул объединяющих людей. Ну, подождите, вот самый простой вопрос. Вот это связано с глобализацией или нет? Когда-то, да, преференции были, вот ты протестант, у тебя там... Есть привилегия по отношению к католику. Ну, как сейчас в той же Малайзии, там, если ты малазиец, исконный, природный, то у тебя просто кредит в банке дешевле, чем у человека, который... Ты тоже там родился уже в десятом поколении, ну, вот китайского происхождения. И там есть ещё там по поводу учёбы, ну, чего угодно. Ну, правда, есть вот отдельное совершенно правило. Там, насколько я понимаю, последние, ну, десятки лет, точно совершенно, вот таких вот особых привилегий. Там, если, например, протестант хочет открыть бизнес, для него вот одни условия, а если католик, другие. Нет, условия одинаковые. Ты хочешь открыть бизнес, и ты, пожалуйста. Если учиться, что ты, что ты, пожалуйста. Если кредит в банке, тоже всё одинаково. Тогда вот на чём сегодня всё-таки основывается различие? Если действительно в экономической жизни, в правовой практике нет никаких разделений. Ну, я согласен, что сейчас, конечно, уже нет разделений, нет никаких привилегий по религиозному принципу, но я говорил немножко о другом. Я говорил о менталитете и об отношении. Да, то есть если для протестанта, да, главное преуспевание в этой жизни и трудолюбие, да, вот, то есть его не надо заставлять трудиться, он сам будет трудиться. Да, и я вот начал говорить о том, что там ещё в средние века, да, то есть во времена Шекспира кто был главный враг английского театра, когда он только расцветал, да, чума, и протестантский муниципалитет, который запрещал театры, потому что это пустое времяпрепровождение, в это время лучше деньги зарабатывать. У католиков у них другое отношение к жизни, да, у них, вот, если ты там не способен заработать, тебе церковь пригреть, тебе церковь поможет, да, тебе вот община поможет, да. Да, 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 папа римский оплачивает долги по коммуналке беднякам Рима на этой неделе. Вот, так что это разный менталитет, я об этом говорил. Плюс второй момент, всё-таки не надо забывать, что долгое время, да, после вот победы реформации в Англии католики были ущемлены в правах, и они фактически были исключены, то есть они теоретически даже не могли попасть в элиту, да, и вот это ущемление, оно тоже накладывает такой достаточно глубокий отпечаток и на долгое время, что они вот как бы в силу верности своей католической религии, они вот не могли занимать, в том числе, да. Экономический старт тоже отложенный, как бы. Ну, не то, что экономический старт, понятно, что там были и богатые, и достаточно процветающие католики, и аристократы, и лендлорды, и предприниматели, но вот это вот ущемление, в том числе и в политических правах, оно, конечно, задевало и накладывало такой достаточно серьёзный отпечаток. Ну, если вот возвращаясь к Ирландии, ну, и завершая, наверное, эту тему, что будет дальше? Всё-таки вот этот демографический дисбаланс, который там есть, и большая рождаемость против... Оно может привести к тому, что Ирландия действительно, Северная Ирландия вольётся в Ирландию в Большую? Ну, конечно, вопрос сложный, что будет дальше, прогнозировать это дело, как известно, не очень благодарное. Тут, конечно, на мой взгляд, всё зависит от того, как, прежде всего, будет экономически развиваться Северная Ирландия. Ведь не секрет, что Северная Ирландия долгое время была самым таким экономически слабым регионом, или самой слабой из четырёх провинций Соединённого Королевства. А, допустим, Ирландская республика достаточно активно развивалась в последние годы, демонстрировала достаточно высокие темпы и прироста ВВП, и уровня жизни. Вот если, скажем так, в Северной Ирландии удастся создать условия жизни и уровень жизни в разы превышающий то, что есть в Ирландской республике, я думаю, что даже и многие католики не захотят присоединения и возвращения назад. А если ситуация будет другая, то, соответственно, будет другая. То есть это от экономических всё-таки зависит? Не только от экономических. Понятно, что если это зависит от целого ряда, скажем так, проблем, вопросов, то есть от комплектов. То есть никогда не бывает одной причины. Всегда действует комплекс причин, но экономика, она всегда лежит, конечно, в основе. А всё остальное уже базируется чаще всего на экономике. А если говорить о Шотландии, да, вот референдум прошёл, показал, причём совершенно очевидно, что те люди, которые проголосовали против выхода Шотландии, они голосовали по экономическим правам всё-таки. Да, из экономических поводов, да. Ну, я не уверен, что все голосовали из экономических поводов, учитывая, что право голоса предоставили гражданам, начиная с 16 лет. Я не думаю, что в 16 лет многие сильно задумываются об экономике или чего-то в ней понимают. Поэтому так вот, соглашусь, что, наверное, многие. Я думаю, что да, на ближайшую перспективу вопрос об отделении Шотландии закрыт. А валийский вообще не стоит? Валийский он и не стоял. Валийцы, валийские националисты, то есть партия Плайд Камри, она всегда была более умеренной. И в отличие от шотландских националистов, она вполне довольствовалась расширением национальной культурной автономии. Была безумно счастлива тем, что в Уэльсе действительно на протяжении всего XX века очень последовательно, очень грамотно и вот то, что называется степ-бай-степ, развивалась валийская культура, валийский язык. То есть редкий случай, когда кельтский язык не терял количество. А там же теперь даже двуязычие официально призваны. Двуязычие, там газеты на двух языках, там все таблички, там указатели двуязычные, да, плюс то, что наследник престола по традиции носит титул принца Уэльского, и не просто носит, а его нужно заслужить, нужно пройти процедуру инаугурации, сказать речь на валийском языке, да, то есть это вообще нужно выучить, это достаточно сложная штука. Нет, ну это приятно, согласитесь, да, это приятно, людям представляющим это. Да, нет, ну шотландцам тоже приятно, что каждый раз, когда туда приезжают, они в келтах обязательно, эти мальчики из королевского венциносного семейства. Ну, кстати, вот монархия очень важный такой, скрепляющий фактор. Хорошо, продолжим мы совсем скоро, у нас новости после новостей, вернемся. Продолжаем нашу программу, Владимир Аверинг и Саралидзе, и у нас в гостях Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Мы, кстати, говорим о Великобритании, ну, наверное, по поводу Шотландии еще вот хотелось бы понять, ведь сейчас есть такая вот коллизия, те люди, которые там, да, там сейчас на первых ролях в Шотландии, шотландские националисты, они не скрывают, что они хотят в Евросоюз. Они им нравятся, они никакие не евроскептики и так далее. Во всяком случае, это декларируют. А британское руководство, да, там, и консерваторы, которые сейчас во главе, они за то, чтобы из этого Евросоюза, может быть, и выйти. Во всяком случае, поторговаться. Поторговаться уж точно, да. Вот как это может решаться? Ну, во-первых, шотландцы не хотят, они в Евросоюзе, поскольку это часть Соединенного Королевства. Они имеют в виду, они же хотят отсоединяться, отдельно хотят. Да, ну, во-первых, им четко сказали, что если они отсоединятся, то автоматически они не станут членами Евросоюза. Здесь Евросоюз, в общем-то, жестко не поощряет сепаратизм. И это был, наверное, тоже один из факторов, почему голосовали. Да, это тоже был один из факторов, почему часть, как минимум, проголосовала против, потому что они поняли, что автоматически ни членами Евросоюза, ни членами НАТО они не станут. И придется заново проходить всю эту процедуру, а это достаточно сложно и трудоемко. То же самое можно сказать, что не совсем верно и в отношении консерваторов. Они не хотят выходить. И Кэмерон неоднократно говорил, что его задача, ну, если так уж совсем просто сформулировать, да, это не допустить оттока части сторонников консервативной партии в ряды партии независимости Соединенного Королевства, да, или даже вернуть их обратно. И второе, это выбить вот те уступки, которые хотят британцы получить от Евросоюза, те особые условия, которые им нужны. Ну, в силу того, что и Британия, в общем-то, несколько, скажем так, отличается от стран континентальной Европы, прежде всего по своей социально-экономической модели, то, что хорошо немцам, не всегда хорошо в Британии. Поэтому здесь, в общем-то, ситуация, на мой взгляд, гораздо более сложная. А вот, и, ну, пока я вот не вижу больших проблем с тем, что шотландцы хотят остаться в Евросоюзе, и они, собственно, там и находятся. Знаете, для меня вот сейчас было совершенно потрясение, набираешь в интернете, что там сепаратизм в Великобритании, и наряду с ирландским традиционным, шотландским традиционным, даже уэльским, ещё выдаёт интернет мэнский сепаратизм и чагасский сепаратизм, что для меня уж совсем просто тёмные лет. Это потому, что в интернете уже собрано даже то, чего нет, или потому, что действительно, и там и в заморских территориях Великобритании, и там на острове Мэн тоже есть сколько-нибудь значимые движения за отделение, или тоже там выторговывание себе какого-то особого статуса. Мэнский и, допустим, корноульский сепаратизм, он есть, но он не настолько значимый, но в силу того, что, в общем-то, и Мэн – небольшой остров, и Корноулт – небольшой полуостров. Они здесь, скорее, интересны другим, что в какой-то степени это может быть даже такой искусственно создаваемый сепаратизм, ведь, опять же, наверное, мало кто знает, мэнские и корноульские языки – это возрождённые, умершие языки. То есть редкий случай, когда носители языка скончались достаточно давно. А вот потом энтузиасты на основе книг, словарей возродили, и сейчас есть школы, где дети учат, и это способствует, в том числе, возрождению такого тоже кельтского, это тоже кельтские этносы сепаратизма. Но, наверное, ещё большим для вас удивлением будет услышать, что сейчас самая большая, кстати, проблема отнюдь не эта, а появление ещё и английского национализма, и появление так называемого английского вопроса. И многие английские политики не только там сепаратистские или радикально настроенные, а вполне такие, скажем так, адекватные и вполне пристойные задают очень простой вопрос. А почему шотландцы имеют собственный парламент в Шотландии? Решают собственные местные проблемы при помощи шотландского парламента. И при этом они заседают в Англии в общем парламенте и решают вопросы, которые в том числе касаются и англичан. А англичане такой возможности не имеют. Что-то мне напоминает это, знаете, вот конец 80-х годов, Советский Союз, вот это вот, да. Не, но действительно, в общем, трудно отказать в логике этим людям, ну правда. Потому что действительно, я читал статью по этому поводу, и действительно, ну логика здесь железная, абсолютно. И там приводятся примеры, когда шотландский парламент облегчает себе жизнь, при этом абсолютно действуя внутри, значит, все великобританского парламента, действует совершенно по-другому. Это правда, это очень, на примерах это вообще бросается очень в глаза. Да, но может быть тогда это просто беда развалившихся империй. То есть, ну вот все равно там от восхода до заката, от моря до моря, там никогда не заходит солнце. И в общем это все английское было. Потом это все так постепенно рушится и рушится, и тогда условно титульная нация просто сколько-то десятилетий или столетий расплачивается за то, что все рухнуло, или за то, что все было создано. На выбор, пожалуйста. Ну, все-таки назвать Сотландию, Уэльс и даже Северную Ирландию частью империи, ну, конечно, наверное, можно, но с очень большой натяжкой. Я бы сказал так, что это скорее беда другого несколько процесса, а именно процесса, скажем так, федерализации. Хотя Соединенные Королевства и унитарное государство, но вот федералистские тенденции в последние годы особенно там развиваются достаточно серьезно, но при этом они никак не могут построить какую-то действительно адекватную федералистскую модель. Уже даже в серьезных научных изданиях Великобританию часто называли квазифедерацией, как бы федерацией, потому что вроде как есть местные парламенты, есть местные правительства, а при этом... Причем они получают все больше и больше права. Да, они и права расширяются. И здесь тоже вот такой очень сложный вопрос, а не стала ли вот эта деволюция и расширение полномочий в провинциях, да, исторических Шотландии, в Уэльсе, в Северной Ирландии, а не стимулировала она еще больше радикализм националистский, да? Ведь вот этот референдум, да, по отделению Шотландии, он фактически стал возможен после того, как Шотландия серьезно расширила свои полномочия и получила не только собственный парламент, но еще и получила возможность даже собственные налоги собирать и даже изменять, пусть и в ограниченных пределах, ставку подоходного налога в Шотландии, да? То есть достаточно широкие полномочия. А ведь еще несколько сотен лет назад просто пришла бы армия и подавила бы все это. Нет, на самом деле, насколько меняется, вот сегодня в Великобритании можно заикаться хотя бы о том, что какой-то вот вопрос в серии нац-вопроса можно решать не путем пряника очередного. По-моему, очевиден ответ на этот вопрос. Ну, армии ходили и из обратной стороны, можно вспомнить, с чего началась английская буржуазная революция, да, когда попытались вести англиканский молитвенник, да, а в итоге шотландская армия отправилась в Англию, началась буржуазная революция, поэтому тут движение было и с той, и с той стороны, то есть они как бы любят друг друга давно и крепко, скажем так. Есть, в общем, если мы говорим о Великобритании, о нац-вопросе и не скажем, что на самом деле, может быть, даже другой нац-вопрос стоит довольно остро. То есть, может быть, не католическое большинство в Северной Ирландии, а пакистанское большинство образуется. Ну да, и там есть и пакистанцы, и индусы, да, есть уже из Северной Африки выходцев очень много, да и не только из Северной Африки. Юго-Восточная Азия. Есть, в конце концов, и Восточная Европа, очень много мигрантов. Вот как сейчас этот вопрос стоит в Великобритании, как он обсуждается? Ну, стоит он достаточно остро, правда, наверное, не столько по британским причинам, скажем так, да, потому что Британия очень быстро в своё время поняла, чем ей грозит вот такой широкий приток мигрантов, прежде всего, из бывших колоний, и соорудила очень жёсткое миграционное законодательство. То есть, получить британское гражданство достаточно сложно. Поэтому сказать, что в Британии много мигрантов, в общем-то, было бы... Это не Франция, не Германия, то есть, соотношение мигрантов там... А на улице бросаются в глаза. Это Лондон. Во-первых, это Лондон, и далеко не все, они имеют британский паспорт. Сейчас святые новости, потом мы продолжим. Продолжаем. Мы наш эфир. Владимир Аверин, Гия Саралидзе, в студии Вести ФМ. И у нас в гостях Игорь Ковалёв, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Итак, по поводу... Новый нац вопрос в Великобритании относительно новый. Это мигранты. Вот не было им, немало им было, вот тебе новая незадача. Ну, то, что это проблема, ещё раз повторюсь, никто не спорит. Недаром и Кэмерон заявляя или предъявляя Евросоюзу те требования, те условия, на которых Великобритания готова остаться, в качестве одного из них как раз и выдвигает ужесточение политики в отношении мигрантов, в частности, не выдавать им социальные пособия, которые, в общем-то, понятно, привлекают мигрантов в страны Евросоюза. Недаром тот же Кэмерон и многие другие политические лидеры Великобритании неоднократно открыто заявляли о провале мультикультурализма, в том числе и на территории Великобритании. Недаром требование ужесточения миграционной политики и отношения к мигрантам в последние годы, в общем, такой один из центральных пунктов всех предвыборных программ консерваторов, и они неоднократно говорили о том, что не будут предпринимать целый комплекс мер, направленный на то, чтобы поток мигрантов снизить. Пока, правда, не очень получается, особенно в современных условиях, когда вот этот вал мигрантов накрывает Европу все больше и больше. Но то, что это проблема, и то, что они открыто говорят о том, что это проблема, ее нужно как-то решать, и с этим никто не спорит. Как решат? Ну, я думаю, что, опять же, вряд ли удастся создать какую-то общеевропейскую программу. Здесь каждая страна в Евросоюзе, в том числе и Великобритания, будет решать сама. Чуть проще, это все-таки остров, и остров не в Эгейском море. Ну, остров-то остров, но есть тоннель. А тоннели горят и горят. Есть тоннель под Ла-Манш, уже не совсем остров. Закроют в конце концов, если уж совсем плохо встанет. Возьмуты перекроют этот тоннель уже, наконец, и все. Но потом все равно, ну, согласитесь, по этому тоннелю, при желании-то можно его перейти. А вот смотри, Гей, очень смешно. Переплывает, а там 32 километра. Когда я вам говорю, а вот если иметь в виду сепаратизм, там, вот, не знаю, ирландский, можно ли действовать иным методом, кроме пряника? Ну, что ты, ответ очевиден. А вот здесь... Это совершенно... Тоннели между Шотландией и Англией нет, понимаешь? Нет, я говорю про принцип. А здесь, когда идет вопрос о мигрантах, то тогда, значит, Великобритания, как государство, в принципе, рассматривает не только пряники, но и, там, не знаю, кнуты, шипы и еще какие-то, в общем, силовые методы воздействия для того, чтобы эту проблему смягчить. Или тоже нет? Или только пряник поменьше, там, щи пожиже? Вот на этом уровне выбор, ну, у государства выбор методов какой есть? Да нет, здесь, конечно, речь идет не о том, кнут или пряник использовать и в какой степени их использовать, а здесь, скорее, речь идет о том, кого они готовы принимать, кого не готовы принимать. Ведь, опять же, не проблема, что мигрантов страны Западной Европы принимают не только потому, что они такие сердобольные, да, и заботятся, там, гуманитарных проблемах и вопросах. Да, они готовы принимать тех мигрантов, которые им нужны, да, в условиях старения населения, в условиях изменения структуры экономики, да, ведь с радостью примут хорошо образованного, знающего, да, там, программиста, да, владеющего английским языком и готового работать и приносить стране доход. И вряд ли примут человека, который знает только арабский, ни слова не знает по-английски, ничего делать не может, да, которого нужно обучать и языку, и профессии, или еще чему-то. Вот, поэтому здесь вопрос, как бы, он такой более сложный и более комплексный, опять же. Игорь, ну, если это мы сейчас о государстве говорим, но ведь в Великобритании есть националистические, да, и такие правые партии, и я бы даже сказал фашистского такого толка, которые просто выступают, да, там, совершенно других позиций. Насколько вот эта проблема серьезная в Великобритании? Ну, эта проблема, опять же, сейчас серьезность этой проблемы резко увеличилась, и не только в Великобритании, вообще во всей Западной Европе, как известно, и те результаты, которые показывают правые партии на выборах, допустим, Европарламент всем хорошо известны. И, опять же, на мой взгляд, это своеобразная реакция на неспособность традиционных, да, основных, базисных политических партий адекватно реагировать на ситуацию. И в этих условиях население, избиратели, простое население ищет какую-то альтернативу, и многие из них находят вот эту альтернативу вот в том числе в таких крайних проявлениях, причем, кстати, не только крайне правых, но и крайне левых, да, и поэтому вот победа на выборах лидера Лейбарийской партии, да, такого достаточно левого, одного из самых левых кандидатов за последние десятилетия в истории Лейбарийской партии, вот для меня не была секретом. То есть это вот своеобразный протест на то, что вот не могут традиционные, привычные политики, традиционная элита решить многие из возникающих сегодня проблем и вопросов. Насколько вот бытовой, скажем, национализм, назовем так, сегодня является фактором жизни Великобритании, который надо тоже учитывать, который государство должно как-то учитывать, бороться с ним или нет? Ну, бытовой национализм, он, наверное, присутствует, да, мне трудно сказать, находясь здесь в Москве, а не в Лондоне, да, наверняка он присутствует, но я не думаю, что это уж совсем большая проблема, не потому что, ну, во-первых, потому что все-таки это правовые государства, там есть соответствующие законы и соответствующая судебная практика, которая, да, не позволяет вот этому явлению расцвести как бы в полный цвет, это раз. Во-вторых, там же есть и целый ряд других ограничений, да, ну, не могут себе бедные мигранты позволить жить в тех районах, где вот этот бытовой национализм в отношении них проявился, то есть там идет такая естественная сегрегация. Все-таки вот эта сегрегация, это плюс? Это не плюс, это, скажем так, это решение проблемы в краткосрочной перспективе и создание большой проблемы в долгосрочной перспективе, потому что, да, пока эти разные общности живут отдельно и мало друг с другом соприкасаются, это меньше повода для конфликта, столкновений и так далее, но рано или поздно это столкновение все равно произойдет. А вот эти вот истории про то, что в Лондоне, да, там вот тебе район, куда ты там заходишь, а там действуют законы шариата. Да, это проблема, это проблема, и вот политическое руководство страны прямо об этом говорит, да, ну, не получился у нас мультикультурализм, не получается у нас их интегрировать. А табличка хоть есть, чтобы знать? Да, да, там, я помню, какие-то таблички, там здесь действуют законы шариата, то ли что-то такое. А, есть, да, потому что я-то был не видел. То есть идешь ты с бутылкой пива, а тебе там раз и огреб, или там в мини-юбке пошел тоже. И камнями начинает бросаться, да. Не ты, в смысле, в мини-юбке, а кто-то другой. Не в кильте. Да, то есть а то все там и огребли. Да. Вот и решение национального вопроса. Понимаете, кто огреб, а кто не огреб, на этом уровне везде. Спасибо большое. Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, был сегодня у нас в гостях. Спасибо. Это была программа «Нацвопрос», совместный проект «Радио Вести ФМ» и информационного портала «Вестник Кавказа». Спасибо большое. Спасибо.